Я сегодня хотела бы построить свое выступление на двух темах, соприкасающихся между собой в относительно такой мере, но просто хотелось бы представить и услышать, может быть, мнение из зала о именно таких разных темах. Обе они касаются положения дел в двух российских регионах, в частности, в том, в котором мы живем и эту ситуацию испытываем на себе. И второе касается региона, который для всех нас сравнительно недавно стал таким большим вообще символом, а для некоторых и, возможно, символом интеграции. Это город внутригражданский, это город Сочи, в котором происходит очень много интересных изменений в последнее время в связи с олимпийским строительством и в связи вообще с осознанием статуса этого города как в ближайшем будущем центра, такой части жизни мира. Так вот, начать бы хотелось все-таки с Москвы, и здесь я хотела бы представить некоторые результаты одного из проектов, который проходил у нас в институте, который проходит все еще. Это проект, связанный с изучением этносоциальной дистанции в московском мегаполисе. В частности, изучалась дистанция для нескольких этнических групп. Во-первых, это русские, представляющие большинство населения города. С одной стороны, чисто количественно большинство населения города. С другой стороны, это этническая группа, чья культура и язык являются, собственно, базой формирования и было, и остается базой формирования и российской, и московской культуры. Не секрет, что даже если российская идентичность у нас охватывает всех, то формируется она все же на базе русского языка и на базе таких вот смешанных универсалистко-русских ценностей. С этим, конечно, можно спорить. Я с радостью послушаю и приму участие. Так вот, две другие этнические группы, которые рассматривались в этом исследовании, посвященном этносоциальной дистанции, это азербайджанцы и татары. Объясню почему. И в той, и в другой группе есть у нас и старожилы, и вновь прибывшие, хотя, так или иначе, структура немножко различается. Среди азербайджанцев довольно много и старожилов, но еще больше вновь прибывших, свежеприбывших людей, которые приехали сюда сравнительно недавно. Основной миграционный приток, как вы знаете, у нас был в начале 90-х годов. И в последнее время с каждым годом он все уменьшается, несмотря на то, что и в прессе, и в каких-то, может быть, излишне радикально настроенных средствах массовой информации, и просто у людей радикально настроенных, бытует представление о том, что у нас миграционный приток очень велик, и со временем все увеличивается. На самом деле это не так. И по оценкам и миграционных служб, и экспертов, занимающихся этими вопросами, основной приток у нас был все-таки в 90-е годы. Сейчас у нас приток все сокращается. Вот демографы говорят о том, что мы, конечно, много можем кричать о том, чтобы мы не будем ничего делать там такого определенного с мигрантами, или, например, нелегалов выслать, или еще, еще, еще что с ними можно делать. А проблема фактически заключается в том, что, возможно, восполнять вот эту недостаточность нашего населения скоро будет неким, потому что миграционный потенциал в некоторых странах, откуда у нас в основном был приток, в последнее время все сокращается и сокращается. Так вот, среди азербайджанцев есть и старожилы, которые занимают здесь уже вполне определенные статусные позиции. Это преимущественно интеллигенция, это люди, которые приехали сюда еще в советское время учиться в университетах, которые продолжили жить здесь и, соответственно, представляют собой весьма широкий, довольно серьезный пласт интеллигенции и творческой, и научной, и так далее. И есть пласт миграции, которая в сознании большинства нашего населения ассоциируется преимущественно с одним штампом, это азербайджанец-торговец на рынке. В связи именно с этим эти люди были интересны нам для исследования. С татарами ситуация немножко другая. Есть очень много татар, которые являются в самом прямом смысле, как принято считать, коренными москвичами, как известно. Должен быть человек в третьем поколении, чтобы он формально имел статус вот этого коренного москвича. Опять же, это исключительно аналитическая категория, в реальной жизни мало где применимая. Татар свежеприезжающих, татар, скажем так, новых мигрантов довольно мало, потому что в Татарстане, соответственно, жизнь не настолько, вот бытовым языком говоря, плоха, чтобы оттуда бежать в какие-то другие регионы. Что здесь нужно еще сказать? Почему были интересны именно эти этнические группы? Обе этнические группы — это мусульмане, но мусульмане довольно-таки разные. И по результатам проектов, которые проходили, например, в Институте социологии и этнологии в конце 90-х годов, в 2000-х годах, и по вообще просто наблюдению о жизни, как бы участию экспертов в нашей работе, становится очевидным, что ислам у татар довольно-таки специфический. Это ислам очень мягкий, это ислам, которому гораздо реже, ну, либо вообще не применяются такие понятия, которые в последнее время распространены, например, для описания чеченского ислама, как, например, ваххабизм. Этот ислам называют европейским исламом. И в значительной мере хотелось бы, ну, вот мы пытались сделать попытку такой в проекте увидеть, собственно, а существует ли дистанция, вот как я говорила, этносоциальная дистанция, и этническая, и социальная, в этом плане, именно в сфере религии. Азербайджанцы — это немножко другой случай. Мало того, что здесь есть догматическая разница, потому что азербайджанцы представляют шиитский ислам, а татары — суницкий. Но в догматику мы не углублялись, а попытались увидеть некоторые возможные маркеры дистанции именно между русскими и татарами, русскими москвичами и татарами, проживающими в Москве, и русскими москвичами и азербайджанцами, проживающими в Москве. Собственно, вот это есть контекст, который, собственно, может быть дополнен еще некоторыми, несколькими буквально замечаниями, касающимися того, что, ну, это уже всем известные вещи, миграционный приток у нас все-таки есть. Мы не знаем, что нам покажет следующая перепись, но, скорее всего, небольшое изменение по сравнению с предыдущей переписью уже есть, и русских, вероятно, уже стало меньше 80%, как, например, было по прошлой переписи. Скорее всего, каких-то серьезных изменений по новой переписи не будет, хотя, как известно, данные по этническому составу по новой переписи у нас появятся только в 2012 году, так что пока мы не имеем никаких возможностей это увидеть. Так вот, следующее замечание, которое здесь нужно сделать, относительно, собственно, самочувствия населения, относительно самоощущения людей в этой полиэтнической среде, которую мы сейчас имеем. Опять же, я обращусь к тем же данным, о каких говорил Юрий Вартанович уже. Действительно, у нас в последнее время поддержка лозунга «Россия для русских» превышает уже 50%, уже около 10 лет. В действительности, здесь обязательно нужно различать, что есть установка, которую мы имеем внутри, и есть готовность к определенным действиям. Потому что готовых как-то, скажем так, привнести в жизнь этот лозунг у нас в России, и вообще, в частности, в Москве гораздо меньше. Но при этом в Москве одна из самых сложных ситуаций сейчас в сфере ксенофобии, вот относительно ксенофобии, во многом это объясняется именно тем, что именно в Москву приток был самым большим, самым серьезным, потому что это и есть ресурсный центр, где все концентрируется. К сожалению, у нас в стране так устроено, что нет разных городских центров, более или менее равновесных. Ну вот, исторически сложилась и, наверное, воля чья-то в этом была. Как, например, в Америке это происходит, где нет одного центра, где куда бы все, сливались бы все потоки, вот людские, человеческие, негрантские, и, соответственно, там была бы наибольшая конкуренция. У нас в стране, к сожалению, ситуация вот такая. И Москва, Подмосковье являются вот тем центром, вокруг которых концентрируются человеческие ресурсы, и финансовые ресурсы в том числе. И, соответственно, это же подогревает конкуренцию и всевозможные проблемы. В рамках нашего исследования мы использовали несколько методов сбора информации. У нас был количественный опрос по обозначенным трем этническим группам. У нас был анализ средств массовой информации, в частности, татарских и азербайджанских. Довольно-таки широко они были представлены. В основном это средства массовой информации, издаваемые, выпускаемые в Москве и людьми, представителями этих этнических групп, живущими в Москве, но привлекались и, например, азербайджанские газеты, интернет-ресурсы. Кроме того, еще один очень важный для нас источник информации – это экспертное интервью и с обычными людьми, и с представителями, например, национально-культурных организаций, и просто, например, с теми, кто, по нашему мнению, может представлять собой какой-то интерес в данном случае, например, с людьми, представляющими сами средства массовой информации. Не, собственно, диаспоры, а средства массовой информации, потому что они пишут о людях и, соответственно, могут что-то об этом знать, скажем так, о большем количестве людей. Я здесь, к сожалению, не буду ничего показывать по этой части своего выступления. Я расскажу на словах совсем несколько таких важных результатов, которые мне хотелось бы продемонстрировать. В социологическом инструментарии есть такой очень важный элемент, так называемая шкала Багардуса, которая демонстрирует готовность к принятию человека той или иной национальности или, если модифицировать эту шкалу дальше, готовность к принятию человека другой веры или, например, других взглядов, другой точки зрения на жизнь, других религиозных, политических взглядов и так далее, и так далее. Чаще всего она используется в виде именно готовности к принятию человека в разных сферах жизни, человека другой национальности. Мы попытались ее модифицировать и рассмотрели по вере, по политическим предпочтениям, по стилю жизни и так далее. Вот здесь эти цифры я бы хотела назвать, немножко проиллюстрировать, что, может быть, это стало бы более или менее очевидно. Обязательно нужно заметить, что мы в своем опросе не претендовали на то, чтобы сделать репрезентативную выборку для всего населения Москвы. Мы рассматриваем все группы отдельно, все три группы отдельно, и только в их рамках, в рамках одной этнической группы делаем какие-то выводы. Потому что, например, на трех этнических группах, у нас к тому же была квотная выборка, и было опрошено одинаковое количество и русских, и азербайджанцев, и татар. Естественно, сливать вместе было бы нельзя, потому что для репрезентации нужна другая модель, модель всего населения. Поэтому, когда я буду называть результаты, это результаты конкретно для каждой этнической группы. Так вот, готовность к принятию человека другой национальности в изучаемых нами этнических группах, в общем-то, довольно-таки разная. Если, да, здесь нужно обязательно сказать, шкала Багардоса подразумевает разные сферы жизни человека от наиболее удаленных от него, например, принятия человека как гражданина страны, этот вопрос мы не задавали, но, например, от принятия человека как своего коллеги по национальности, до наиболее близких человеку сфер, это сфера семьи. Как правило, здесь она подразделяется еще на две части, потому что люди почему-то себе позволяют больше, чем, например, они готовы гипотетически или вообще предоставить степень свободы своим, например, детям или родственникам. Сейчас это будет понятно, как это выглядит. Так вот, в качестве коллеги, принятие человека другой национальности в качестве коллеги, у вот этих вот изучаемых этнических групп, у русских татар и азербайджанцев оказалось, в общем-то, одинаковым. Здесь мы никакой разницы не увидели. Это не та сфера, где можно увидеть какой-то серьезный такой перекос. Но, естественно, здесь оказалось, как и в других наших исследованиях, значимая разница в возможности принятия человека другой национальности в свою семью. Причем, вот как я уже говорила, в качестве супруга своих родных, например, своих детей, братьев, сестер, люди готовы предоставить такую возможность, точнее, не согласны принять человека другой национальности, как правило, больше, чем, например, принять в качестве своего супруга. Ну вот опять же, да, люди себе почему-то позволяют больше, чем, например, своей семье. Так вот, например, в качестве своего супруга не согласны принять, здесь цифры будут немножко разные. У русских 46% респондентов, у татар и азербайджанцев по 34% респондентов. Это результат немножко удивительный, потому что, например, азербайджанская культура, будучи в основе своей восточной культуры, даже если у нас в вопрос попали и старожилы азербайджанцы, и азербайджанцы, недавно живущие, даже если они живут здесь давно, в такой-то мере элементы восточной культуры могут сохраняться, и при этом готовность в большей мере пустить в свою семью человека другой национальности вызывает некоторое удивление. Но получается, что в этой сфере, сфера, скажем так, взаимодействия человеком другой национальности, это сфера дистанцирующая, и именно в сфере взаимодействия в семье, в личных отношениях она становится более заметной.